Это первые шаги в Skyway. Меня зовут Суходов Алексей. Также веду одновременно трансляцию в Перископе. Вот, пожалуйста, штатив еще не купил, признаюсь честно. Но так как в Перископе подсоединяется к нам от нескольких сотен до даже тысяч людей, мы с Сергеем Анатольевичем обязательно ввели такую практику введения трансляции в Перископе. Естественно, те люди, которые только в первый раз слышат о проекте Skyway, не понимают, что за транспорт второго уровня и почему сегодня более 350 тысяч людей заинтересовались по всему миру. Кому-то кажется это пирамидой, кому-то это кажется мошенничеством, кому-то это кажется долгоиграющим проектом. А многим, дорогие друзья, кажется это абсолютной реальностью. И те, кто присоединяется на сегодняшний день к нашему проекту, собственно, кто желает разобраться. Это буквально мне вот неделя потребовалась как инженеру-механику для того, чтобы разобраться в технических моментах, технических аспектах проекта Skyway. И в первую очередь на азбуке Skyway на вводном технико-экономическом вебинаре хотелось бы видеть тех людей, кто только присоединяется к проекту Skyway. Как правило, эти люди даже в первый раз не голосуют. И мы уже понимаем непосредственно по переходу на расширенный технико-экономический вебинар, кто присутствует в первый раз. Дорогие друзья, не стесняемся и, собственно, проголосуете ли вы или нет. Главное, чтобы вы уловили и поняли суть проекта Skyway. Это проект, который я развиваю более двух с половиной лет. Это венчурный инвестиционный глобальный проект, который развивается с помощью народного финансирования. И сегодня, дорогие друзья, вы поймете, почему данный проект развивается именно с помощью народного финансирования. Почему многие люди на сегодняшний день уже заинтересовываются не просто инвестированием в этот проект, но непосредственно уже инициацией создания адресных проектов управляющих компаний в ряде стран, государств. И сейчас ведется постоянное регулярное общение с администрациями, с мэрами городов. То есть вот недавно мы пообщались с Кыргызстаном, то есть Кыргызская республика. И реакции абсолютно разные. Некоторые сразу поддерживают проект, некоторые ожидают демонстрацию. Но демонстрация, дорогие друзья, уже произойдет вот-вот, буквально совсем чуть-чуть осталось. То есть 20-23 сентября будет глобальная такая презентация на выставке Inotrans в Берлине. Это крупнейшая транспортная выставка. И тот, кто в курсе, тот, кто понимает, что такое Inotrans, представляет, насколько там будет большой потенциал потребителей и тех людей, кому интересна транспортная индустрия. И, соответственно, там мы будем представлены в виде двух стендов. Дорогие друзья, это факт, который свершился совершенно случайно, так скажем, но случайности в нашем проекте не бывает. И если многие на сегодняшний момент заявлялись буквально за полгода, чтобы выступить на Inotrans, презентовать тот или иной проект, нас позвали, нас позвали и пригласили как именно тот проект, который хотят видеть на выставке Inotrans. Вначале это были инновационные технологии, то есть футуристичное направление, Future Technologies. И далее, соответственно, уже второй стенд также будет представлен, более расширенный, более глобальный. Как раз-таки транспорт второго уровня, то есть Unibus, вот, пожалуйста, в перископе я показываю. То есть, дорогие друзья, я, кстати, использую для презентации, стал использовать банально календарики. И в интернет-магазине будут календарики. И, собственно, для того, чтобы человек в первую очередь получил какое-то первичное мнение, первичную визуализацию, чтобы человек представил, каким будет транспорт второго уровня и что он абсолютно кардинально отличается от монорейса, от воздушного трамвая и так далее, я стал использовать такой способ непосредственно в перископе. И, дорогие друзья, транспорт второго уровня – это будет основой новейшего технологического уклада. Сегодня мы живем в эпоху пятого технологического уклада. Это развитие интернет, телекоммуникаций, смартфонов. Это закон Мура, когда на интегральной микросхеме позиционируется увеличение в два раза каждые два года, соответственно, количество микросхем, количество транзисторов непосредственно. То есть, это дает увеличение потенциала мощностей современной микропроцессорной электроники, наших компьютеров. И я могу сказать, что прошлый мой смартфон в свое время был одним из мощных. То есть, у него была частота гигагерц. Сегодня гигагерцам никого не удивишь. Сегодня смартфоны имеют частоту 4 ядра, 2 ядра – это абсолютно обычное явление. И, собственно, уже сейчас планируется применение флеш-накопитель SSD. Вдумайтесь в это. То есть, обычная флешка, которую мы вставляем в смартфон на 2 терабайта. То есть, 2 терабайта на сегодняшний день винчестеры, накопители, твердые, жесткие диски. И, собственно, это прогресс, который нас охватывает повсеместно всю нашу жизнь, дорогие друзья. И сеть Transnet будет следовать, на наш взгляд, за интернет. Это будет новым поколением сети за интернет. И если интернет – это виртуальная информационная среда, и если в двух словах, дорогие друзья, назвать применение интернета и пояснить всю суть интернет, это мы можем открыть наш ноутбук, открыть браузер на нашем стационарном компьютере в любой точке земного шара, найти любую информацию, передать любую информацию, скачать любую информацию и, собственно, общаться с различными пользователями. То есть, это объединение виртуальной информационной сетью всего мира. И когда-то, я могу сказать, в интернет не то, что никто не верил. Интернет секретно разрабатывался в агентстве стратегических инициатив США DARP, но вышел из-под контроля, так скажем, и из научно-исследовательских лабораторий, уже перешел в развитие в общественных сетях между университетами, между домами. И сегодня каждый оптоволоконный кабель действительно может прийти в любой дом на планете Земля. И я могу сказать, что я очень сильно желал бы принимать участие на ранних стадиях развития интернета и быть совладельцем той компании, которая создала и инициировала вообще развитие интернета. И я могу сказать, что интернет обладает сегодня мощнейшей капитализацией. Рынок IT-технологий – это более 30 триллионов долларов. Капитализация Apple – это более 950 миллиардов долларов. И, собственно, как гласит закон развития технологического прогресса и процесс смены технологических укладов, каждый новый технологический уклад на этот раз – это будет, на наш взгляд, транспорт второго уровня. То есть это, соответственно, та концепция, которая сейчас развивается генеральным директором, генеральным конструктором, инженером, изобретателем, действительно, Леонардо да Винчи нашего времени, Анатолио Эдуардовичем Юницким. И, соответственно, все это ознаменует плавный переход на новейший технологический уклад. Потому что закон МУРа, совет полупроводниковой технологии, в которую входит Cisco, IBM, Dell и так далее, они уже сказали, что, в принципе, количество транзисторов уже некуда увеличивать на интегральных микросхемах. И мощность подходит, действительно, к своему пику. И сегодня задумываются насчет виртуальной реальности, сегодня задумываются насчет максимального применения облачных технологий, задумываются даже насчет нейронета, но никому никогда не удалось перепрыгнуть через технологический уклад. И, соответственно, сеть Transnet – это будет шестым технологическим укладом. И нейронет, другие такие вот футуристичные уже веяния будут развиваться только после сети Transnet. Как, собственно, не появилось электричество задолго до того, как появились первые мануфактуры и так далее и тому подобное. То есть это, действительно, те этапы, которые невозможно никому перепрыгнуть. И перепрыгнуть это не удалось также Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Потому что в конце 70-х годов Анатолий Эдуардович придумал концепцию, каким образом вообще вывести промышленность в открытый космос. Придумал седьмой технологический уклад, на самом деле, который будет следовать за шестым уже параллельно с био-нанно-технологиями, с искусственным интеллектом. Но основополагающей технологией будут именно струнные технологии. И даже общепланетное транспортное средство, коллеги, это будет основой являться именно струнная технология. На самом деле струнный транспорт – это оптимизация, это оптимизация именно того самого общепланетного транспортного средства. И для того, чтобы понимать, что такое ОТС и почему мы позиционируем, что при текущих темпах развития через 20-25 лет действительно это изобретение сможет появиться, давайте посмотрим просто ролик, потому что ничто лучше не объяснит, не провизуализирует нам технологию нагляднее, чем видеоролик. Субтитры создавал DimaTorzok И это придумал Анатолий Эдуардович еще в конце 70-х годов. В 1988 году была представлена данная технология на международной конференции по неракетной индустриализации космоса, то есть была представлена каким образом вынести промышленность в открытый космос, но время применения этой технологии, да и сегодня время применения этой технологии не пришло. И за счет оптимизации общепланетного транспортного средства, за счет минимизации использования материалов, за счет упрощения самой конструкции, самого принципа действия струнной системы именно на основе общепланетарного транспортного средства, был создан струнный транспорт, который на сегодняшний день развивается и развиваем, дорогие друзья, с вами мы его. Основной вехой и таким вот фактом, который предопределил и действительно сейчас существенно говорит о том, что Транснет будет опоясывать весь мир и окутает весь мир, как когда-то это сделал интернет, Транснет это славные 2000-е годы, нулевые, так скажем, и у России тогда потенциал был огромнейший, да и сегодня Россия имеет огромнейший потенциал, потому что Россия находится на стыке транспортных коридоров, действительно, и максимально удобное географическое расположение у всех стран, если сравнивать, имеет место быть именно у России. И в 2000-х годах Сергей Анатольевич Собиряков, это замечательный действительно человек, в первую очередь как чиновник, специалист, макропрогнозист, экономист, на тот момент являясь достаточно серьезным крупным чиновником налоговой службы, познакомился с Лебедем Александром Ивановичем, то есть Лебедь Александр Иванович это бывший губернатор Красноярского края, и, собственно, Сергей Анатольевич донес концепцию, каким образом, дорогие друзья, коллеги, вывести Россию на лидирующие экономические позиции и, соответственно, решить проблему надвигающегося глобального экономического кризиса, тогда все уже это понимали, и, соответственно, обеспечить финансовую подушку в виде комплексных, адресных, прибыльных, инвестиционно-привлекательных проектов на территории Российской Федерации. Один из проектов я могу назвать это продажа пищевого льда за счет потенциала озера Байкал, Таймыра, Онежского озера, так как данные озера большую часть времени года находятся в замерзшем состоянии, Соответственно, лед и чистая питьевая вода на сегодняшний день являются достаточно серьезным крупным бизнесом, который в будущем будет стремительно развиваться по всему миру, потому что недостаток чистой питьевой воды по исследованиям McKinsey, они будут основной проблемой к 2030 году. Естественно, ряд стран уже сегодня готовятся для того, чтобы такой проблемы не было. Лебедь Александр Иванович понял, являясь действительно логически рассуждающим и, несмотря на то, что являлся на тот момент достаточно жестким чиновником, генералом, принял решение способствовать развитию проекта Skyway и инвестировал с губернаторского личного фонда определенную сумму для запуска полигона в городе Озеры. То есть это демонстрационный тестовый участок, дорогие друзья, который простоял и профункционировал с 2001 по 2009 год. И я могу сказать, что многие исследования, многие эксперименты были подставлены и в первую очередь была испытана именно струнная технология в виде применения путевой структуры. То есть это второе поколение струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. И вот этот ЗИЛ, который взобрался по шаткой валкой, казалось бы, конструкции, путевой структуре, легкой ажурной действительно конструкции, не рухнул на землю. Более того, в доказательство стоял сам изобретатель, генеральный директор, генеральный конструктор, ныне Анатолий Эдуардович Юницкий, именно вот зао струнные технологии. И ничего критического не произошло, но и ничего сверхперспективного, дорогие друзья, не произошло, потому что, естественно, было желание, чтобы выстроилась очередь за применением технологии. Но была продемонстрирована путевая структура. На сегодняшний момент, дорогие друзья, мы уже подошли к стадии демонстрации четвертого поколения технологии Skyway. Это демонстрация как путевой структуры, так и подвижного состава, то есть рейсового автомобиля уже непосредственно в движении. И произойдет это осенью 2016 года. Осталось буквально несколько месяцев, и после берлинской выставки Inotrans, соответственно, технология будет продемонстрирована всему миру в виде вначале закрытой презентации, элитной такой презентации чиновникам, представителям различных государств, президентам различных государств, администрациям, мэром и так далее. И уже список утверждается. Но, дорогие друзья, это невозможно было к реализации, если бы в 2013 году Анатолий Эдуардович не принял бы действительно рискованный шаг. Это начало развития народного финансирования. Почему был принят именно этот шаг? То есть с мира по нитке каждый голосует рублем за желание воплотить данную технологию в реальность. В 2014 году, когда я присоединялся к этому проекту, я могу сказать, что не было ничего. Не было ни научно-производственного конструкторского предприятия, которое сейчас сформировано и работает в бизнес-центре Титан в городе Минск. Не было тестового демонстрационного участка, экотехнопарка. И это будет действительно как силиконовая долина, то есть уже Sky Valley, то есть небесная долина, долина небесных дорог. И там будет постоянно улучшаться и испытываться все новое и новое поколение струнной технологии. И, собственно, не была отстроена даже финансовая, юридическая схема таким образом, каким она отстроена на сегодняшний момент. И сегодня многие люди по всему миру выбрали в виде, так скажем, своей одной из либо основной деятельности, либо вспомогательной деятельности развитие проекта Sky Way. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт и это, естественно, высокоскоростной транспорт. И также чуть больше шести месяцев назад появилась концепция легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта. Вернее, она была еще ранее, но применения на рынке не было до момента общения с уральскими коллегами в виде применения легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта. И в моем городе, дорогие друзья, также мы рассматривали применение о продолжении движения адресного проекта и о новой концепции. Я обязательно расскажу на расширенном технико-экономическом вебинаре уже. И, собственно, легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт, юнибайк так называемый, он будет продемонстрирован осенью 2016 года. И, соответственно, это станет основой, дорогие друзья, новых городов, нового типа, линейного типа. Это станет основой новой будущей транспортной индустрии. И я задам вам один простой вопрос. Хотели бы вы стать совладельцем огромной корпорации, которая на сегодняшний момент выводит технологию на демонстрацию, прорывную технологию, в развитии которой заинтересованы многие государства, многие президенты, мэрии и так далее и тому подобное. Почему действительно 99% населения Земли, на мой взгляд, заинтересованы в развитии данной технологии? Потому что независимо от сословия, независимо от вероисповедания, национальности, типа занятий, цвета кожи, каждый сможет пользоваться этим транспортом, дорогие друзья. И, собственно, стоимость передвижения будет стремиться действительно к нулю, как на сегодняшний день мы пользуемся скайпом, как на сегодняшний день мы пользуемся различными мессенджерами. Это будет абсолютно безопасное, комфортное перемещение и путевая структура будет абсолютно долговечной. То есть срок службы может иметь такой показатель или цифру, которая может показаться огромной кому-то по сравнению со сроком службы сегодняшних существующих автомагистралей, дорог, русских дорог. Когда ямочный ремонт является прибыльным достаточно бизнесом, когда более выгодно снимать слои дорог в раз в сезон и осваивать еще бюджет на преодоление этих задач, которые должны решаться. Но они не решаются, а, собственно, находятся в постоянном проблемном состоянии и по этим дорогам нам нужно с вами перемещаться, нам нужно не опаздывать на работу и жить комфортной жизнью. Естественно, это слабо возможно. Это будет абсолютно экологичный транспорт, это будет инновационный транспорт и этого транспорта на сегодняшний день, дорогие друзья, не существует вообще нигде в мире. Если говорить про технические моменты, то я могу сказать, что технических рисков вообще абсолютно нет. Коэффициент аэродинамического сопротивления более эффективный, чем у спортивного самолета, чем у современных спорткаров и, собственно, высокоскоростное перемещение будет достигать скоростей 500-600 км в час. Многие научные организации, такие как Академия ТРИС и соучредитель президент Михаил Орлов, является сподвижником и человеком именно научной среды, который поддерживает проект SkyWay достаточно давно и долго. И таких союзников мы сейчас приобретаем все больше и больше. Но тот факт, что вы сможете расходовать, собственно, несколько литров на 100 км, что вы сможете расходовать 20 кВт, если переводить на электроэнергию, на, опять же, 100 км, говорит о многом. И такая цифра интересная, которую я приведу уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, 1 миллиард юнибайков может вообще заменить атомную промышленность, атомную энергетику, которая на сегодняшний день функционирует во всем мире. И, собственно, я не говорю уже, дорогие друзья, о том, что резко и достаточно проблемно и серьезно сейчас стоит проблема изменения климата. И это поняли в прошлом году многие страны, более 75 стран подписали Конвенцию ООН об изменении климата. И неспроста, потому что уже на сегодняшний день все понимают проблему выделения СО2, выделения различных составляющих выхлопных газов, загазованности, смога отновившего над современными мегаполисами. И это реальность, с которой мы, к сожалению, вынуждены мириться. И намного более экологичным применением новейшим транспортом будет именно струнный транспорт. Струна, дорогие друзья, это предварительно напряженный рельс, который в своей основе имеет пучок стальных проволок, либо арматурные канаты, которые находятся внутри, в сердцевине. И, соответственно, они преднапряжены и растянуты. Можно сравнить с обычным любым проводом. Если мы конструкцию натянем и расположим параллельно, к примеру, два провода, то мы можем положить мобильный телефон, мы можем положить какую-то тяжелую конструкцию, она будет устойчивой. Если чуть-чуть мы ослабим, то, соответственно, вся конструкция рухнет. И далее идет вот это сердцевинное закрепление, чтобы стальные проволоки не болтались. И, соответственно, омоноличивание спецбетоном, который был разработан на базе зао-струнной технологии. И именно как необходимость и потребность применению тех видов бетона, которых не существовало до определенного момента в мире. Так как применение прокачки на 2-3 километра, необходимости быстрого схватывания и текучести, вязкости, таких технических требований ранее не было. Но технология Skyway имеет необходимость применения подобных видов бетона, поэтому они были разработаны. И далее, естественно, ставится головка рельса. То есть это если вкратце говорить, что такое струнный рельс, что такое струна. И, дорогие друзья, на самом деле я могу сказать, что с 2013 года, я не говорю уже про 70-е годы, настолько взвился верх проекта и настолько мы уже невооруженным взглядом видим развитие проекта, что не поверить в технологии уже фактически невозможно. И самым главным доказательством является то строительство, которое на сегодняшний день происходит в Эко-технопарке. Я могу петь дифферамбы, рассказывать про различные бизнес-планы, оповещать вас об инициации того или иного адресного проекта, но это не имело бы никакого смысла, если бы не шло строительство. Я намеренно открыл слайд 29 июня 2015 года. Вы видите, соответственно, договор аренды, государственной регистрации земельного участка в городе Марина Горка. И перейдем уже непосредственно, к примеру, на 22 июня. Быстро пробежимся для того, чтобы понимать, насколько много было сделано, насколько быстро ведется действительно строительство при текущем финансировании. Я могу сказать, что по сравнению с современными строительными, транспортными корпорациями, это минимальное финансирование. И наблюдается максимальная оптимизация расходов, максимальное применение инноваций. Одна из инноваций – это зеленые крыши. То есть на крышах анкерных опор, на крышах станций, в которые будет входить подвижной состав транспорта второго уровня, будут располагаться в буквальном смысле зеленые насаждения и в каком-то смысле даже, можно сказать, райский сад. И это будет как экологично, так и практично с точки зрения именно технических аспектов. То есть конструкция будет утяжеляться, и мы сможем применять минимальное количество бетона на фундамент и так далее. То есть в значительной степени экономить при строительстве анкерных опор и промежуточных станций. Вот, пожалуйста, 22 июня началось только возведение второй анкерной опоры легкой трассы для подготовки ее бетонирования. Вы будете наблюдать, когда я буду листать данные слайды, насколько быстро действительно ведется строительство. То есть это уже первая анкерная опора, которая на сегодняшний день фактически полностью готова к демонстрации, уже осенней демонстрации. Также параллельно сейчас ведется строительство грузовой трассы. Также, естественно, уже установлены промежуточные опоры легкого прогулочного транспорта. Еще зимой были установлены 19 промежуточных опор, соответственно, городской пассажирской высокоскоростной трассы. Выскоскоростная трасса будет продемонстрирована в 2017 году, городская пассажирская уже этой осенью. И вдумайтесь в даты, 8 июля. То есть насколько действительно стремительно развивается строительство. В одном из своих вебинаров мы представляли сравнение. И я думаю, что технико-экономические вебинары мы обязательно разобьем по тематикам, когда на то найдется время у наших помощников, коллег, либо непосредственно у меня, у Сергея Анатольевича. Потому что действительно загрузка сейчас очень большая. И если говорить про мой график, про график Сергея Анатольевича, на котором я поведаю на расширенном технико-экономическом вебинаре, то фактически несколько раз в неделю Сергей Анатольевич куда-то выезжает, раз в несколько недель выезжая проводить презентации и общаться с потенциальными заказчиками, с потенциальными инвесторами уже я. И я могу сказать, дорогие друзья, те темпы, которые мы на сегодняшний день нарастили, они были созданы благодаря специальным видам рассрочек и так далее. То есть дискаунт, что такое дискаунт? Это ваша венчурная премия за риск, это ваша будущая прибыльность, ваши будущие дивиденды от активов, ныне обязательств, и в будущем способны стать акциями достаточно перспективной мировой транспортной компании. И если в 2014 году дискаунт был 1 к 1000, 1 к 1500, то сегодня это значительно-значительно меньше. И то время на сегодняшний день уже, дорогие друзья, абсолютно не вернуть. То есть его не будет уже никогда. И время, когда подойдет к завершению финансирования и возможности инвестирования именно в главную корневую технологию, оно также закончится. И никто не может назвать точные сроки. Но, на мой взгляд, это произойдет уже в 2017 году. То есть это мой личный прогноз. И тот процесс строительства, который наблюдали наши коллеги, австралийцы. То есть нас поддерживает бывший министр транспортного департамента Южной Австралии, инфраструктуры развития Род Хук. И то, что они видели, то, что только началось возведение первой анкерной опоры еще осенью, и то, что они увидели уже в конце, в начале июля, это просто небо и земля. То есть они не ожидали, что настолько быстро будет развиваться строительство экотехнопарка. И задали такую интересную фразу, вопрос Анатолию Эдуардовичу Ницкому. По Анатолию Эдуардовичу, вы бы вообще что-то не предусмотрели. То есть, возможно, может быть, какие-то будут дискомфорты и недоработки с туалетом и так далее. То есть банально, где будут люди ходить в туалет? Анатолий Эдуардович ответил на эти вопросы и сказал просто железную фразу, что даже пол будет в наших подвижных составах инновационным. Я могу сказать, что я с нетерпением ожидаю, дорогие друзья, коллеги, каким же будет пол. Не знаю, каким будет пол. Но тот факт, что, собственно, мы создаем новейшую платформу, не только пятое поколение транспорта, стремящегося глобально изменить транспортное направление всего мира, но и создавая платформу, которая сможет перемещаться со скоростями от 120 км в час до 500-600 км в час. И, соответственно, далее это будут уже достижимые скорости 1000 и 1200 км в час. И вот, соответственно, мы подошли к завершающему слайду. Это 17 августа. Продолжается работа по монтажу высотной опоры городской пассажирской трассы. Ну и вернемся на слайд назад. Продолжается работа по строительству второй анкерной опоры. То есть вы видели, что в июле фактически начиналось армирование только второй анкерной опоры. И сегодня, вот вы уже видите, фактически закончено строительство. То есть мы эти фото получили, Виктор Игоревич Бабырин любезно предоставил со стройки. Я попросил его, чтобы фотографии со строительства предоставлялись хотя бы раз в неделю. И вот-вот уже скоро начнется монтаж и натягивание струнной путевой структуры. Я очень сильно жду, соответственно, этого процесса, потому что многие инвесторы и в моей структуре, и в соседних параллельных структурах почему-то ожидают именно данный процесс монтажа путевой структуры. И даже им неинтересно почему-то, что мы были приглашены на инотранс, что мы будем представлять подвижной состав. Это будет первая в мире демонстрация. И, соответственно, интересно почему-то именно монтаж путевой структуры. Возможно, это будет опорным таким вот значительным ускорением финансирования. Сейчас финансирования абсолютно достаточно на произведение демонстрации. Но давайте не будем забывать, что в 2017 году, соответственно, мы декларируем, что продемонстрируем уже высокоскоростной транспорт. И для того, чтобы соблюдать сроки, необходимо соблюдать сроки по финансированию. Но я могу вас несколько обрадовать, что многие крупные венчурные фонды на сегодняшний день за нами наблюдают. Мы непосредственно с Сергеем Анатольевичем ведем проработку. И даже многие факты мирового значения, как, допустим, в недавнем времени был выдвинут тендер на американском пространстве, американской территории, на достаточно солидную сумму в миллиарды долларов для тех, кто представит самую лучшую экотранспортную инфраструктуру. Естественно, проработка этого вопроса также нашими партнерами началась. И эти венчурные фонды, их суть работы заключается в том, чтобы находить проекты, которые будут капитализироваться и осваивать те новые деньги, которые будут напечатаны в самом ближайшем будущем. И что такое экономика, дорогие друзья? Это ограниченное применение ограниченных средств на ограниченной территории. И невозможно до крайней точки и фактически бесконечно применять, допустим, какую-то воздушную технологию, развивать какой-то воздушный рынок. Немало было примеров, когда буквально лопался ипотечный пузырь, когда лопался интернет-пузырь, когда была переоценена капитализация и рынок развивающихся интернет-компаний. И на сегодняшний день подходит действительно к краю, к бездне мировая экономика. И вот на расширенном технико-экономическом вебинаре я буду давать уже более такие серьезные детали. То, что у нас планируется к развитию непосредственно на территории Российской Федерации. И вы удивитесь, что это за технология. Если самолеты это современные динозавры, то есть бронтозавры цивилизации, то птеродактили цивилизации, то это уже мамонты. И про эту технологию я вам расскажу. Это планируется к реализации на территории Российской Федерации. Потому что, естественно, нужно что-то делать. Естественно, нужно предпринимать какие-то действия, чтобы не было никаких обвинений без действий. И, собственно, в отсутствии стратегии развития на ближайшее будущее. А наша стратегия развития, я могу сказать, единственная и правильная. Как бы это странно ни звучало. Это сегодня, здесь, сейчас финансировать технологию Skyway, тем самым обеспечивать свое будущее. И не только свое будущее, но и детей, внуков и даже правнуков. Именно поэтому для максимальной популяризации проекта, я всегда об этом говорю и в Перископе, я всегда об этом говорю и на живых презентациях, что тот человек, кто просто заинтересуется минимально, минимальные действия совершит, просто зарегистрируется в личном кабинете нашей инвестпроводящей системы. И сейчас, вот у нас в недавнем времени Skyway Capital появился чат в Telegram. Поднимите руку, поставьте плюсики. Кто знает вообще вот такое информационное поле? Мессенджер, как Telegram. Это разработка Павла Дурова, замечательный мессенджер. Там у нас есть чат, и все больше и больше людей присоединяется в чат, чтобы следить уже на своем мобильном смартфоне за новостями всего проекта Skyway и Skyway Capital. И тот, кто просто проявит инициативу, заинтересуется проектом, зарегистрируется в Skyway Capital, сможет получить минимальный пакет обязательств просто за эти действия. И эта возможность, повторюсь, дорогие друзья, она будет не всегда, она не будет вечно. И я непосредственно, невзирая на то, что у меня большая структура, много потенциальных, интересных проектов, которые на сегодняшний день развиваем с нашими партнерами, то есть фактически можно сказать, что если представить, что технология Skyway, точнее слово «если» здесь не подходит, это больше слово «когда». Когда технология Skyway капитализируется, то многие из нас с вами смогут сказать, что жизнь удалась, все хорошо, но все же мы продолжаем развивать Skyway, мы продолжаем рассказывать об этом проекте все большему и большему количеству людей, потому что единственная причина для меня рассказывать об этом проекте, рассказывать об этой возможности раз в то лет, что такой возможности уже в 2017 году может и не быть. Ну и, собственно, этим занимаются уже иностранные наши коллеги. Это большой марафон. Я специально вот на этом слайде привел именно картинку бега. Это марафон, который не все выдерживают, не все сразу принимают эстафету этого марафона. Многие ждут демонстрацию, многие ждут монтажа путевой структуры, но так или иначе в виде просмотра новостей СМИ, в виде просмотра репортажей по центральным телеканалам всего мира, люди, которые слышали о проекте Skyway, смогут к нему присоединиться, но уже в развитии, в инвестировании не в корневую технологию, а непосредственно в адресные проекты. Прибыльность и капитализация локальных адресных проектов, естественно, будет ниже. Вот, собственно, краткий такой монолог. Я буду рад вас увидеть на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но для тех, кто не заинтересовался информацией, для тех, кто готов пропустить мимо ушей эту информацию, мы просим прощения за отнятое у вас время. И, собственно, я думаю, что вы вспомните об этой технологии, когда будете оплачивать просто проезд в транспорте Skyway. Всем счастливо! Перерыв на 12 минут. Будем ставить интересные видеоролики. Сейчас будет ролик непосредственно с производственной площадки, с модельного участка, именно который создался на базе бывших цехов E-mobile. Интересный очень ролик. Я готов их пересматривать и пересматривать, потому что... Субтитры создавал DimaTorzok